Всем привет! Дарью сейчас дождёмся и начнём. Рада вас приветствовать на нашем прямом эфире. Сегодня мы будем говорить как выпускной нашего марафона. Привет, привет, привет! Ждём Дарью и начнём. Сегодня у нас такая тема интересная. Она, с одной стороны, может быть для вас не очень близка, потому что мы подводим итоги нашего марафона, который у нас второй марафон был по похудению. Вот у нас наши девочки присоединяются. Кто был? Даша, привет, привет, привет! Давай, Даш, присоединяйся, запрос сделай. Так. Что-то не сработало или, Даш, ещё раз попробуй? А, всё сработало, отлично. Привет, привет! Привет, привет! Сейчас тебя приближу. Я сегодня в голубом. Я сегодня в белом. Да, всем привет, привет! Даш, скажи пару слов. Чем отличается марафон, который... Первый у нас был классный марафон, мы проводили, да? У нас было два месяца. Девочки у нас там прям старались, у многих были результаты шикарные. Но мы были в каком-то таком расслабленном состоянии. Отлично выглядим, спасибо большое. Всем-всем-всем спасибо, всем привет. Смотри, ну для меня лично, да, первый был экспериментом. То есть, с одной стороны, мы с тобой проводили уже неоднократно разные марафоны. У нас была и бизнес-игра, и что только не было. Было в команде, в нашей структуре. Тут мы решили выйти, то есть пригласить не только структуру, но еще и тех, кто захотел присоединиться. То есть, вообще, даже идея эта возникла после того, как мы объявили информацию, что мы набираем на марафон, и появились желающие, что, да, мы тоже хотим. Мы не планировали делать это для других, мы конкретно делали для нашей структуры. Но вот так случилось, люди попросились, да. Ну, сказали, добро пожаловать, какие проблемы, да. Да, и поэтому, получается, смотри, вот если как для меня, то первый марафон, у нас была разработанная концепция, да, что мы хотим дать, какой мы результат хотим увидеть через два месяца. Ну, во-первых, мы тестировали два месяца, все-таки, да, вот эта вот идея, что на длительную дистанцию тяжелее, и если человек хочет, он может дальше пойти с нами, да, чем, например, все два месяца практически каждый день, ну, девчонки не дадут, да, соврать, что, да, бывали у нас перерывы, тут у нас еще в этот марафон у нас техника с тобой крякнула, вот, и, в общем, нам приходилось быстро как-то сориентироваться. Не она, а другая техника продолжает у меня крякать. Видимо, я от чего-то освобождаюсь, что-то у меня... Ну, да, 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 обнуление, да. Да, да, да. Ну, тоже принятие к тому, что все в голове, поэтому быстро переориентировались, информация у нас уже была, да, мы просто это собрали, пересобрали и так далее. То, во-первых, да, вот это два месяца мы убрали, поняли, что это было как бы сложновато, даже для участниц мы бы роман отследили. Мы с тобой во второй раз... Да, 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 да. Во второй раз мы решили с тобой ввести еще элемент такой внешней мотивации, потому что, ну, как бы все участвовали... Девочки, это у вас энергетика такая, мы ее пахаем так. Да, 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 конечно, да. Ну, это много причин этому, поэтому мы не отчаиваемся, что у нас что-то такое происходит, мы, наоборот, радуемся, это тоже классный этап. Обновление. Мы с тобой, да, мы с тобой, получается, ну, по поводу двух месяцев, по поводу информации, мы с тобой внесли игровой момент, когда можно было выиграть подарки, консультации. Для людей. Да, во втором. Да, 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 во втором как раз мы придумали. И все эти подарки получили наши люди, а не получили. Да, да, да. Ох, как еще получат, потому что... Ох, слушай, ты так звучал. Ох, как получат. Да, сделали вот эту бонусную систему, и я просто увидела, насколько сначала к ней привыкали, и потом я просто видела, как это было уже самим участницам интересно. Поэтому вот этот момент был, мне кажется, очень классным. Конечно же... Такие девочки у нас милцы. Да. Такие активненькие они у нас, да такие умнички. Да такие откровенные, делились прям откровениями, хотя мы, в принципе, не просили этого. Но это так было приятно, прям как с вами общее. Да, 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 да. Вторая группа мне очень понравилась тем, что вот настолько они осознанно включились во весь марафон, они с четким ощущением, что они понимают, зачем им это надо. Да, были, мы отслеживали, и самое классное, что они сами видели, да, что, ой, что-то я на этой неделе обленилась, да, или что-то меня немножко там вынесло куда-то, да, что там где-то я расслабилась. И это классный момент, что они не винят себя, ну, просто перед фактом, ну, да, разумеется. Сколько времени ты учила. У нас Дарья во первом марафоне так давала психологическую поддержку, а во втором так она вообще каждый день нам загрузки делала. Правильных муки. Мы прям правильно без вести начали. Ну, мне очень понравилась эта идея. Во втором тоже ей понравилась. Да, да. Да, понравилась, да. Ну, во-первых, это была вот эта какая-то такая… То есть смотрите, девчонки, особенно кто сейчас присутствует из марафона, я очень рада, потому что не мы только с Татьяной создали вот это пространство доверия, вот этого душевности, вот этой открытости, активности, а именно вы, потому что наша задача вас запустить была, и вы пошли, и вы классно это всё… Я прям даже видела некоторые, когда отчёты скидывают, вот по поводу проделанной работы, ты видела как? Кто-то скинула, кто-то, ой, а я не поняла, а что делать, а сколько баллов, а что, а где, а как? И появился вот какой-то такой азарт, интерес, мы не сталкивали никого друг с другом, каждый соревновался с самим собой, но получились классные результаты. Многие поняли, что такое плата, что не нужно переживать, что там вдруг вес встал, или там объёмы встали, или ещё что-то, вот, поэтому это душевно. Мы во втором марафоне включили ещё один момент, если мы в первом марафоне не говорили про вкусняшки, про сладости, то во втором марафоне мы включили информацию по именно, какие именно полезные сладости существуют, и что, в принципе, это не запрещено при похудении, при сранении, не запрещено, просто нужно правильно учитывать и правильно это. Но, кстати, наш второй марафон ещё, мы его с тобой распределили именно по неделям, то есть мы делали для тех, кто не был, кто приспугивает как информацию, потому что мы будем, кстати, запускать ещё один марафон и добро пожаловать, мы сделали... Кто у нас, участницы, поставьте сердечки, покажите, что вы здесь, чтобы мы знали, что вы здесь присутствуете сегодня на выпускном. Мы зашли, да, поставьте сердечки, пожалуйста. Мы во второй марафон сделали по неделям, то есть мы сделали короткие дистанции на конкретную цель. У нас в первую неделю мы распивались, мы делали, чтобы люди привыкли правильно пить воду, вон, пошли сердечки. Во вторую неделю мы уже работали конкретно над питанием и разбирали, что нужно было, у нас прям цель на это была поставлена. Третью неделю мы включили, помимо калорийности, ещё физическую нагрузку. И третью неделю у нас уже были как подведения итогов, на что может организм настроиться, на что он может натолкнуться, какие-то проблемки, что они решаемы, что они попадают во многие. Ну, многие могут этот такой момент сделать. Ну и на протяжении всех четырёх недель, у нас получилось четыре недели, а не три, как мы планировали, ну, по техническим причинам, но это хорошо, что четыре, прям вот прям в самое то, что нужно. Ну, правда, конкретно не додали, но я думаю, что те, кто придёт к нам в следующий марафон, мы уже прям додадим, ого-го, и все четыре недели... Ты когда говоришь, мы что-то не додали, ёлки-палки, что мы ещё не додали? Ну, хочется, столько рецептов... Ну, сколько хочется дать, ну, вот прям вот всё, я каждый раз думала, я это не дала, я это ещё знаю, а ещё я это умею. Я и так могу, я и так могу, я и так могу. Ну, ты мне не дала сказать, на протяжении всех четырёх недель Дарья у нас просто сопровождала психологически, и давай уже скажем тем, кто не был на марафоне, какие у нас были призы. Да, мы решили, то есть мы первые, когда провели марафон, я просто увидела это где-то в середине марафона, что основной причиной, ну, очень часто, и я сейчас просто убеждаюсь в этом, да, информация начала приходить со всех источников, что основная причина лишнего веса – это не всегда сам вес, да, не тело, а наше тело так реагирует на какие-то психологические обиды, проблемы, то есть разные установки, которые мы несём, то есть детские травмы, то есть очень много психологической составляющей в том, что человек либо держит вес, либо его набирает тем более, ну, и снижает тоже, да, психологическая основа, причина тоже есть. И поэтому я начала, то есть я увидела, да, некоторые моменты, которые мне хотелось бы внести. Во-первых, я сделала, признаюсь честно, да, подсмотрела эту идею в другом своём чате, да, где я тоже участвую. Это загрузки из тета-практик, из тета-хиллинга. Это… Что такое загрузки? Это способ поменять систему, да, психоз заедаем, да. Мы многие заедаем, к сожалению, это дело, и поэтому вес растёт. Единицы кто не загружает. Ну, смотри, одно дело, когда… Да, мы даже с тобой говорили, что одно дело, когда принять в том, что я сегодня расстроена, и я хочу себе просто доставить удовольствие, в том числе через еду, мы себя хотя бы не виним. А когда происходит вот это ещё и вина, и это заедание ещё больше, и такой, знаешь, цикл, который остановить очень сложно. И вот как раз такие загрузки, к сожалению, проработать с каждым в тета-хиллинг, да, ну, просто не представляется возможным, особенно за такие… Да, за такие деньги это, ну, как бы не может быть. Ну, я делала загрузки каждый день, то есть в чате. Загрузки – это положительные, позитивные убеждения, и я старалась их подбирать именно как раз в отношении здоровья, в отношении принятия себя. А не аффирмации. Да. Разница где-то. Это не аффирмации, то есть аффирмации и загрузки работают по-разному. По-разному аффирмации мы проговариваем для того, чтобы у нас мозг переписал, то загрузки работают по-другому. То есть каждый день я их скидывала в чате, девчонки соглашаются, потому что я как-то это практик, не могу работать без разрешения. И когда они все соглашались, вечером я проводила определенную технику, когда, ну, здесь, да, без выгрузки, а именно загружала полезные. И поэтому, конечно же, начинается меняться поведение, то есть реально, да, что-то не хочется. Или наоборот, да, я уверена, что у многих часть загрузок могли отвалиться, потому что это чисто, ну, как бы логически может быть где-то корневое убеждение. Если он не писал, я согласна, а, соответственно, для них это не сработало, потому что... Нет, для них это никак не работает, потому что это работает, да. ...правила, да. Да, 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 это персонально, именно по каждому человеку, кто соглашается, и тогда это внедряется, то есть это переписывается подсознательно установка. Я говорю, те, кто сразу вот слушает сейчас из девчонок, хотя я объясняла это, да, на вебинаре, некоторые из них у вас отвалились, и это 100%, потому что есть что-то корневое убеждение, которое держит ещё ваш вес, держит убеждение, что если я полная, значит, я там, ну, мы разбирали, да, я безопасности или я там от чего-то себя уберегаю и ещё что-то, то надо с этим работать, это уже индивидуальная работа. И двум счастливчикам, да, повезло, с Татьяной будут консультации по пищевому повреждению. Счастливчикам, которые выполняли полностью много. Полностью все задания, да. И набрали самое максимальное количество бонусов и получили вот такой подарок. Назови их. Причём, самое интересное, у нас, получается, выиграла Евгения Кириллова два подарка консультации с Татьяной консультацией со мной. Она спарила один от тебя, да. Да, 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 да. Ну, Евгения вообще молодец, она очень быстро включилась. Да, активно всё делала. И смотрите, вот даже элементарно, если мы проанализируем, что не было никакого везения и никакой удачи, а просто человек делал всё, что нужно было делать. Ну, и всё. И поэтому в какой-то момент прям кто-то активно включился, начал делать, кто-то, наоборот, перестался делать. Ну, это как вот, ну, естественный процесс. Мы всегда так. Ну, скажи, что мы никого и не напрягали, ведь люди все пришли взрослые. Нет, мы не напрягали. Если они хотели, они просто читали. Если они хотели, то они просто брали и делали какие моменты. Они просто читали, участвовали, никто им ничего не запрещал и принуждал. Согласись. Нет, мы ни к чему не принуждали. И смотри, отличный момент. Нам показал прошлый с тобой марафон, первая группа. У нас девушка одна вошла и совершенно ничего не писала в течение двух месяцев. Мы её потеряли. Ну, как, мы потеряли. Её не было вообще нигде. Она не скидывала отчёты, она не писала о своём состоянии. И вдруг мы начинаем подводить итоги, что, девчонки, у нас марафон заканчивается, как у вас там состояние ТРПР, подведите сами итоги и напишите нам. И вдруг выливается сообщение. Мы просто были в таком шоке. Причём я помню этот момент. Мы с тобой обсуждали как раз марафон. И вдруг вываливается это сообщение. И она пишет буквально дословно, что я первый месяц ничего не делала. Иногда только заглядывала в чат. Второй месяц она говорит, я всё-таки зашла, послушала пару вебинаров. Меня пробило. И за последний месяц, за второй месяц марафона я скинула 5 килограмм. Понимаете, вы представляете, как иногда? Кто-то тихо там сидит, всё просто выполняет, себе куда-то записывает, какие-то работы для себя делает. И просто тихо сам добивается той цели, за которую он пришёл. За которой пришёл. А кому-то очень комфортно общение, расположение и тому подобное. Поэтому это вот действительно... Но, кстати, я вот... Девчонки писали сами. И вот особенно, когда у нас закончился уже марафон, уже некоторые написали, недельку они побыли. Ну как в одиночестве. Не в одиночестве, но люди-то окружают. Но они побыли и говорят, о, мы хотим уже в следующий. Потому что, говорит, вот это поддержка, отчинение, какие-то ситуации. А мы всё равно же уже смотрим то, что люди пишут. Например, если какие-то есть... Причём, смотри, мы ведь учитывали, не просто давали чистую информацию, как положено. Мы смотрели то, что они писали, где у них какие результаты. И исходя из их результатов, мы давали именно ту информацию под их результаты, под их проблемы, чтобы они могли справиться с ними. Не то, что мы работали индивидуально, но и мы индивидуально много писали. По сути, у нас каждый день была информация. Когда-то были перерывы, но там разные причины были. Где-то технические причины были. Но зато, если мы один день пропускали... Если честно, я даже иногда Татьяне говорила, Таня, остановись. Ну, пожалуйста, дай им сегодня передых. Вот сегодня выходной. Пусть люди побудут с семьёй, пусть будут на отдыхе. Потому что, когда я бывала в разных марафонах, и в выходные хочется отдохнуть, или там ещё какой-то праздник, и открываешь чат, а там вываливается 500 сообщений, так хочется сказать, идите в баню. Поэтому мы тут пытались всё-таки сбалансировать и количество полезностей каждый день, чтобы это было базировано. И в то же время хотелось всем поделиться. Но на самом деле я вот уже и в чате девчонкам написали, кто хочет с нами, присоединяйтесь дальше. И с Татьяной обсуждали, что мы, да, действительно решили. У нас просто ещё есть свои планы. Поэтому марафон запустится с 20 июля, следующая группа. Но я уже Татьяне вчера рассказываю, говорю, у меня уже две завиральные идеи. Что ещё внедрить? Одно она уже точно знает, второе я пока тестирую, насколько мы сможем это проработать в группе. Потому что если вот здесь было комфортно, потому что было не очень много людей, с одной стороны. С другой стороны, хочется побольше. Потому что когда больше народу, то тогда и больше... Соревнования больше. И не только соревнования. Там больше разных вопросов, больше разных категорий. Потому что когда, например, количество меньше, то сравнений и помощи в этих сравнениях меньше. Потому что в первом марафоне у нас больше было пышечек, ну, ближе к пышечкам, то в этом марафоне у нас больше было, ну, я бы сказала, страняшек. Те, которые просто хотят поправить. Ну, как вот поправить что-то. Пышечек у нас было намного меньше. И вот этого сравнения не было. Потому что когда больше количества народу, больше каких-то вот таких вот сложностей происходит, и тогда, соответственно, информационное пополнение для каждого члена чата, марафона, больше происходит. Согласись. Ну да, да, согласна. И ты сейчас говоришь, я понимаю, что с одной стороны есть какая-то базовая информация, которую мы, да, передавали и там, и там. Но я вот часто сказала, я прям чётко увидела, насколько всё-таки информация была индивидуальна. В первой части были одни вопросы, и больше одни вопросы разбирали, во втором пошли уже какие-то внутренние проблемы, дисбалансы и так далее, потому что уже кто-то пили коктейли, и они уже не просто начали привыкать, а уже пошли последствия. И вот прям помню. Ну, кстати, у нас есть ещё один момент такой. Вот в первом марафоне двухмесячном был у нас один член команды, а там где-то хлюсь дела, где-то ещё. Какие-то моменты, результаты как такового не было. Но уже во второй она уже более осознанна, она уже, знаете, как на ту информацию, наложение этой информации и действий, и у неё уже прям результат за эти четыре недели минус три килограмма. Это же вообще круто. Ну да, при условии, что, сразу говорю, что это не из пышечек, но я не имею в виду, потому что, да, когда мы разбирали даже объёмы, что у кого больший вес, они быстрее сразу теряют. Сложнее. Да. Худышки? Да, да. Ну, это так, а-ля худышки, те, которые стройненькие, хотят просто подкорректировать свой вес, свою форму подкорректировать, им похудеть. Вес сложнее. Сложнее. И для таких вот худышек три килограмма, это вау, это очень шикарный результат за четыре недели. Ну, вот я же пришла, получается, вернее, как, я включилась, помимо того, что как организатор, я же тоже активно включила, следила за весом, рассказывала как раз, тестировала эти приложения, тут же делилась с девчонками, девчонки делились приложениями. И помимо нашей информации, мы ещё даём приложения, которые вам в помощь, они не наши, но мы выбрали просто подборка. Да, обычные приложения, которые помогают вес отслеживать, калорийность и так далее. Кстати, я заметила, что они немножко врут по составу минералов и витаминов. Я прям отследила, я взяла и экспериментировала. Нету, да. Да, 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 да. И получается, что я вошла... Слушай, я не помню, с каким весом я вошла. У нас уже не вес, у нас уже состояние внутреннего инорожного жира. Содержание внутреннего инорожного жира. Другое подождёмное отношение. Во, вот это круто, да. Да, Наталья, это точно. Мы едим определённые калории и понимаем, где ветер дует, если у нас там попочки появились, или там попочки немножко добавилось. Я тебя перебила. Наталья у нас, да, пришла. Я вошла в марафон, я весила, слушай, не помню, по-моему, 53 500. То есть для моего веса, моего возраста, это норма. Роста. Но для меня было, да. Ну, я говорю, возраста, роста, всё. А, да, для моего роста. И соотношение как бы нормальное, но по-внутреннему, когда я весила около 50 килограмм, я чувствовала себя комфортнее. И вот моя задача была легко на лайте довести себя вот до 50. И, в принципе, уже в середине этого марафона я дошла до 50. Мой вес плюс-минус, он всегда играет. Ну, могу поесть побольше, чуть побольше, да. Ну, по крайней мере, да, начались вот эти убирания. Начал уходить объём, там, где не нужно, животик подкорректировался и так далее. И это при условии карантина и отсутствия физической нагрузки. Ну, то есть фактически, да, кроме минимальных каких-то упражнений, я тоже из этой области периодически ленюсь, да, хотя вот так включусь неделю-две. Ну, все же жуткие люди, я тебя умоляю. Ну, это понятно. Ну, все хотим чего-то. Это понятно. Где-то можем полениться, где-то ещё что-то сделать. Надо, главное, относиться к друг другу, вот к себе, что ты живой человек и нету идеальных людей. У одних одни проблемы, у других другие проблемы. Главное, что ты понимаешь, что есть вот такая ситуация и что ты когда-то можешь себе просто это позволить. В том-то и прелесть, что если ты правильно делаешь всё и уже привычка у тебя вырабатывается, правильного питания, правильного отношения к продуктам, понимания, какой продукт вредит. Себе. Отношение к себе. Отношение к себе. Убирание того, что вообще вредит здоровью, абсолютно. И сколько у нас девчонки поотказались от продуктов, которые на самом деле просто вредные. Хотя была... Помнишь историю про пирожки? Да. Настолько у нас в чат был поддержки, что в какой-то момент это реально... Для меня это был такой крик души. Девчонки, у меня тут пирожки приготовили. Я не знаю, что делать, съесть или нельзя. То есть и это было настолько душевно и настолько это было... Ну вот для меня это было... Вот человек готов поделиться с тем, что он переживает. Это очень классно. Потому что... Да, мы здесь собрались поддержать. Съешь. Можешь съесть. Что потом просто чуть снизить калорийность. Да, как я экспериментировала. Ну и снизить калорийность или добавить физической нагрузки, чтобы сжечь этот жир. Да, да, да. Целая куча... На марафоне мы это разбирали и все, ты же знала. Ну, ты говоришь про наших девочек. Ты не сказала, кто... Еще двое у нас выиграли. Еще у нас... Да, получается... Евгения выиграла получается консультацию у меня у Татьяны. Плюс выиграла Надежда Попова. Это наша рекордсменка на данный момент. Уже минус 10 килограмм. Да, с лишним уже, скорее всего, да, потому что 10 килограмм было на прошлой неделе, да. На прошлой неделе 10 килограмм у нее... И давай скажем, получается, у нас там она 2 месяца с нами была в том марафоне. В этот марафон она вошла 4 недели. Ну, по сути, менее 3 месяцев она сбросила более 10 килограмм. Это просто. И это... И очень, во-первых, плавная, да, то есть это не стресс для организма. Она очень хорошо питалась. Она одна из первых начала делиться как раз тем, что она кушает, чтобы показать, да. Потому что у нас была возможность, когда девчонки скидывали, что они кушают, сбалансировать. То есть прямо увидеть и сказать, так, может порцию уменьшить? Или давай попробуем что-то перестроить и так далее, да. И вот если нужна была такая помощь, то мы, конечно, уже подходили. Помнишь, были у нас такие моменты, когда мы разбирали саму еду по... Есть ли там белок и сколько? Есть ли там... Как его... Господи. Клетчатка, углеводы. Мы разбирали еду, которую мы съедаем, именно еще и по этим показателям. Поэтому каждый мог себе понять, где у него проблемка. Может быть, он переборщил это, как его углеводов. Нужно убрать просто было. Ну да, и получается... Смотри, такое сочетание классное, что когда человек кушает, он видит в приложении вот этот разбор... То есть вот сейчас техника, конечно, нам помогает. Раньше, ну, нас же надо было где-то искать. Сейчас можно разложить в приложении видно эту еду, чего ты сколько съел. И ты просто смотришь, ага, вот этого надо уменьшить, вот этого увеличить, вот здесь сбалансировать, здесь убрать, здесь добавить. И получается, что сразу выстраивается по-другому питание. И, кстати, я насколько... Во-первых, я мясоедка, ну, то есть я такая жесткая мясоедка. Во-вторых, у меня как-то вот включился такой режим питания, что обед был всегда суп, и мы с тобой хохотали, да, что у меня первая половина дня там какие-то единичные калории, а вечером ужин. И вдруг я вот... И в марафоне я понимаю, что что-то не то, надо по-другому. И вчера поймала себя на мысли, что я своим приготовила. Они, ну, во-первых, детям, они сжигают это всё моментально. Это такое другое, да. Мы не говорим про детей, мы говорим здесь... Да, 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 да. Ну, я про то, что я раньше для себя не понимала, как можно готовить семье что-то другое, есть самой что-то другое. Я им приготовила, да, я там пару кусочков попробовала просто на вкус и отказалась. Я пошла, мы с тобой как раз там провели, не вчера, позавчера, провели прямой эфир, я пошла, поела коктейль. В прямой эфир, вебинар у нас был. Вебинар, да. Ну, у меня всё уже в прямых эфирах. Вот. Поэтому я так думаю, о, классно, то есть у меня даже уже не возникает вот какого-то чувства голода или какой-то зависти, что они сейчас сидят, едят мясо, а я голодная, то есть не возникает. Ну, да, периодически... И ты уж не говори, а то люди подумают, что мы их голодные. Не-не-не-не-не-не. Иногда кажется, что... Да. У тебя просто было другое питание. Да, питание другое. Я про то, что нам иногда кажется, что если я не поем много, значит, я буду голодной. Настолько меняется в голове... Нужно кушать. Все цветы кушать. У нас запрещено не кушать. У нас запрещено. Подбежим. Да, да, да. Наоборот, мы заставляем кушать, но кушать правильно, поэтому... Поэтому и случаются классные результаты. И еще кто у нас победитель? Да, и еще один победитель у нас... Елена Белишко. Я думаю, что у Елены был тоже такой щелчок, она не написала пока еще такой развернутого отзыва, что произошло, но даже по тем сообщениям, которые она писала, видимо, ей было тяжело сначала включиться, потом я увидела, насколько она настроилась на результат. Когда мы еще провели, была у некоторых возможность, я предлагала поработать индивидуально с метафорическими картами, прям делали разборы, кто успел, тот молодец, кто не успел, опоздал. И плюс я еще давала... В следующем марафоне. Ну да, да, да. Плюс я еще давала медитацию на исцеление и освобождение от лишнего веса. Ее, видимо, в этот момент очень сильно перешелкнул, но некоторыми рекомендациями я дала в личку, и у нее прям пошел процесс. Сейчас я не знаю, какой у нее победитель, но у нас еще были бонусы. Вот один бонус был от Дарьи, нескольким людям, кто действительно вел активную... Да, активную. ...нашу, знаете, и просто-напросто не вышел в победители, но прямо у них хороший набор такой бонусов был. И в этой ситуации ушло 3 килограмма. Вот, видишь, у нас девочки наши пишут. Людмила пишет. Уже 3 килограмма. А я что-то сижу. А, ну все, отлично. Класс. Супер. Вообще, умница. И вот им были вот бонусы такие от Дарьи за аудио, вот именно медитация. От меня еще будут, я просто, я говорю, у меня на крыле... Чек-лист, да. Не до того, что компьютеры сейчас на стройке делаю, нужно просто их реабилитировать. Их отремонтировали, нужно реабилитировать, потому что материал весь там. И будет для других, кто был в активной позиции, будут бонусы, это правильные завтраки, прям рецепты, что нужно. А завтраки вкусненькие, такие вкусненькие-привкусненькие, красивенькие по картиночкам, но они будут прям вот этим людям. Поэтому еще подарки вас догонят. Я, кстати, сегодня высылала, потому что я что-то на прошлой неделе как раз забыла. Девчонка выслала еще чек-лист с вебинара. У Альбины тоже в минус 3. У Альбины тоже в минус 3, да, супер, да. Мы вебинар когда проводили, как полюбить себя, и я же как раз тогда готовила расширенные материалы и собирала информацию, поэтому всем тоже нашим активисткам я выслала этот чек-лист сегодня, сказала, что пользуйтесь, поэтому, да. Я еще дадам. Подарков у них было много. Конечно. И была возможность. Да. Вот. А еще давай скажем тем людям, кто не был в марафоне. У нас, помимо того, что есть чат, в котором мы общаемся, задаем вопросы и многое другое, и бонусы. У нас есть еще канал собственный, специальный канал, на котором, например, когда мы же общаемся в этом, в чате, то, соответственно, информация куда-то, ну, уже там уходит, ее фиг на нее. Поднимается она. О, дополнительно у нас был этот, вон, чек-лист, говорят, получила. Кто у нас получил? Наталья или кто? Я не пойму, не вижу. Кто-то. А ты где видишь? В телеграме или? Я нет, я прям здесь вижу, пишут. Ты, видимо, пропускаешь. А у меня, видимо, с опозданием. У нас есть еще канал, на котором никто не общается, соответственно, мы оттуда, туда. Просто задание. И каждый член нашего марафона, любая девочка, мальчик, без разницы, может зайти туда и в любой момент найти и взять оттуда эту информацию. То есть мы для блага вот такое сделали. И специальный плейлист именно с вебинарами, которые можно всегда посмотреть. Ну, это мы про марафон рассказываем. Что мы еще... У нас еще был специальный, специальный гость, у нас Юля Капитонова проводила вебинар по бодифлексу и потом еще записала специальные инструкции по тому, как это выполнять. Честно, я тоже попробовала. Это было тяжело. Ну, я знакома с бодифлексом, но реально на второй, третьей минуте начинаешь уже весь как этот, в испарине. Ну, и вот это... Дышать, конечно, непросто в таком режиме. Пробую периодически, ну, грубо говоря, слянусь. Мы хотели сделать, чтобы было у нас организовано для... Ну, вот каждое утро, например, чтобы все вместе делали, но у нас, к сожалению, или к счастью, люди просто из разных почек земных. Из разных земных. И разное время, и поэтому мы не стали этого делать. Все-таки на самостоятельность. В любом случае, мы давали и записи, ссылочки на видео и для животика, упражнения, и зарядка, и вот от Юли. И вот мы еще ждем, они напишут нам отзывы, что как у них это там, какое отношение, какие это прям вот хотели бы от вас, девочки, и по бодифлексу увидеть, потому что это очень важно. Ну, конечно, то, что Юля записала, с одной стороны, это вроде бы в домашней обстановке, с другой стороны, это вообще великолепно. Она прям разжевала все. Как? На какую зону? Что нужно делать? То есть бери и делай. Классический бодифлекс, она прям... Таня, ну смотри, в домашних условиях это же, наоборот, классно, потому что Юля показывает, что можно этим заниматься в любом, ну, в любое время, в домашней обстановке, когда у тебя есть свободное время и так далее. Ну, даже, например, не очень тугой кошелек, то в данной ситуации не каждый может себе позволить, например, выход где-то платить за вот эти вот занятия, упражнения, то он может просто-напросто думать это использовать и делать. Все зависит от сознания и от внутреннего, чего ты хочешь. Ты понимаешь, у нас же... Да, 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 да. У нас же еще и, получается, марафоны прошли в режиме жесткого социального стресса, когда хотелось... Многие сидели дома, хотелось кушать, заниматься было негде, все было закрыто, поэтому я думаю, что если бы еще были открыты все спортзалы, то, может быть, мы бы и отправили всех девочек заниматься. Есть возможность поплавать где-то на озере, на море, поэтому думаю, что те, кто войдет в марафон, у них вообще великолепные результаты. Я недавно такую фразу услышала. То мы худеем к лету, то мы худеем к Новому году. К Новому году. Да. Вы приходите к нам, к Новому году будете стройными. Стройняшки. Да, 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 да. Еще с вашими целями поработаем, потому что был такой классный заход на цели. Прям шикарные, вкусные, классные себе цели поставили, девчонки. Надеюсь, все дойдут до этих целей, всем этого желаю. А мы придумали новый инструмент, как это еще прям вот проработать на телесном уровне и прям увидеть эту цель для того, чтобы быстрее прийти. Покажи уже быстренько, признайся, а то время идет, а мы еще про второй марафон ничего не рассказали. А, о чем признайся? Так, следующий. Пусть уж люди-то узнают, какая у нас новая фишечка будет. А, новая фишечка. Ты про марафон на второй, про который мы хотим тоже запустить. Мы пока говорим по... Я не люблю слово похудение, у меня каждый раз он на язык лезет. По оздоровлению и странению. Странеем вместе. Ты сказала, что ты включил новую фишечку. А, ну, новую фишечку. Во-первых, мы будем прорабатывать расстановки на цели. И еще... Да, это точно будет... Ну, пусть это будет сюрпризом. То есть это будет еще новая фишка, уже как новый инструмент. Девчонкам будет в помощь. Ну, и посмотрим, да, насколько это... Мы же экспериментируем. Что вам еще чем помочь? Ну, и, конечно же, будет еще... Не экспериментируем. Не-не-не-не-не-не. Мы просто... Эксперименты для себя. Потому что... Да, мы смотрим, да, как это будет эффективнее работать и так далее. Поэтому мы внедряем вот эти разные штучки. Вот. Чтобы помочь, чтобы это было эффективно. Ну, просто ты сказала экспериментируем. Я просто приостановлю вот этот момент, чтобы другие ничего не подумали. Мы не ставим экспериментов над людьми. У нас есть опыт. У нас есть уровень знаний. У нас есть определенные сертификаты на то, что мы действительно делаем. Поэтому в данной ситуации боятся или там что-то... О, ну, у нас эксперименты... Нет, это точно, конечно. Это точно не правильно. Я просто про что говорю, про эксперименты. Потому что... Сами эксперименты, какие-то, блядь, какие-то фишки, для того, чтобы понимать, как это еще отрабатывать именно в онлайн. Да, вот я как раз опишу, почему я назвала экспериментом. Потому что, когда мы прорабатываем и предлагаем вам поставить цель на марафон, то почему-то многие не достигают этой цели, потому что они ее не ощущают, они ее не принимают. И я нашла классный инструмент, который можно прожить эту цель. И тогда вот этот результат, он как бы приближается. Когда мы проживаем и видим это более ярко, мы гораздо быстрее туда пойдем. Поэтому вот в этом плане, конечно, это будет такой вот классный инструмент, который, я просто уверена, он классно работает в расстановках. Даже я хочу его. Да, я тоже... Потому что не знаю, как ты это делаешь. Мне прям интересно именно в этом направлении. Это так можно тебе делать. Да, и у меня есть интересный момент так же поработать с метафорическими картами, но будет зависеть от количества людей. И посмотрим, да, во втором блоке, когда мы будем говорить про психологию лишнего веса снова, как мы это. Мы это поработаем сразу со всей группой или мы будем работать индивидуально? Потому что когда группа маленькая... У людей будет зависеть. Да, да. Когда маленькая группа, можно поработать индивидуально. Когда большая, то проще так. В любом случае, каждый получит все блага. Это одно знание. Да, конечно. Кто хочет, тот получит. Время идет, оно прям летит. Поэтому давай еще расскажем. Когда мы планируем запуск третьего марафона, мы решили и определились, что очень комфортно четыре недели. То есть прям вот комфортно, согласись, да? Что 3,3 было бы маловато. А вот 4... Маловато, да. 4 самое то. Мы планируем 20 июля запуск на 4 недели. Что нужно будет сделать? Будет под этим видео и ударим. Да. Вы можете прям записываться. Да. Марафон у нас не бесплатный. Он платный. Стоит он у нас 1000 рублей. Но это за то, что вы получаете во время марафона. Слушай, я же считала, это получается 33 рубля в день. Да. То есть 33 рубля в день. Это оплата... Это меньше, чем чашка кофе. Да, да, да. Да. Поэтому добро пожаловать. Записывайтесь. У нас будет еще дополнительный анонс конкретно по этому марафону. Поэтому следите, что у Дарьи на аккаунте, что у меня. Следите за информацией. И еще давай... И да-да-дам. Нет, ну про последовательный анонс это потом. Вначале скажи про второй марафон. Давай скажем. А, подожди, девочки, девочки, выпускницы вы наши, замечательные вы наши девочки. Нам было очень-очень с вами классно и комфортно. Вы такие все замечательные. Вы такие прям вот сладкие, теплые, радушные. Поэтому спасибо вам огромное за то, что мы были вместе. Я бы так сказала, что не вы с нами, а мы были вместе. Нам действительно было очень-очень здорово с вами на марафоне. Поэтому... Да, и за доверие. Что включились, что довеялись, пошли вместе. И вот я знаю точно, что продолжайте в том же духе. Делайте, чему мы вас научили. Вы, конечно же, можете обратиться к нам с какими-то индивидуальными вопросами. Вы наши уже родные, поэтому не стесняйтесь. Полные конкретации, которые мы вам обещали, мы дадим. Все будет замечательно. Кто хочет присоединиться, присоединяйтесь. Кстати, будет для вас конкретно... Вам тоже? Кстати, для вас конкретно в чате будет сегодня сообщение. Дарья его напишет. Сюрприз для второй группы. Вот. А сейчас мы хотим сказать, что у нас будет еще один марафон. Марафон, но он отличный от похудения, потому что мы специалисты не только в сфере похудения, не только в сфере красоты, но и в сфере бизнеса. Говори, Даша, какой у нас будет марафон? Ну, мы планировали, да. Мы не то, что планировали. Стали поступать запросы. Да, Штань, как ты это делаешь? Да, Штань, а это как делаешь? Для нас настолько естественной стала работа в соцсетях. Мы это делаем каждый день. Мы экспериментируем, пробуем разные приложения и пробуем разные штуки, программы и так далее. И поэтому стали задаваться вопросы о том, как это делать. Потому что многие сейчас вышли в интернет. Это же название, что значит, как это делать. Потому что люди там многие, может быть, не прочитали, просто сошли. Что еще раз? Название, что это за марафон? Марафон в соцсети для новичков. Да. То есть мы как бы... А сегодня только о нем говорим, потому что... Мы хотели назвать для чайников, но вдруг кто-нибудь тебе... Для новичков. Вот взяла все и высказала. Мы вообще, конечно, первый пошел посыл, давай проведем для команды. Ну, как обычно. Мы же хотим для команды все передать, что мы умеем, знаем и делаем. Потом пошли вот эти вопросы. Татьяна в первую очередь говорит, Даш, ну мне задавали вопросы, хотят тоже присоединиться. Я говорю, да давай, ну нам что жалко, ну пусть присоединяются. Так вот вторая года пошла дополнительная. Хотят. Да, поэтому мы решили сделать марафон. Это будет, ну, ориентировочно две недели. Потому что это пять встреч, пять вебинаров и пять практических занятий и заданий. В результате вы узнаете, поймете, зачем вам соцсети. Если вы еще не ведете, то войдете. Вам просто необходимо будет завести страницы. Вы узнаете, как делать сторис. Мы будем делать именно на Инстаграме. Да, мы будем делать акцент на Инстаграме. Конечно же, многие фишки, которые касаются других соцсетей, мы тоже обозначим. Вы сможете выбрать, да, самые, как бы, ну, более для вас еще близкие. То есть мы не так, что только Инстаграм, да. Они сочетаются, но есть индивидуальные особенности. Как это можно делать легко и просто во всех случаях. Везде. Сделали в одном? Да, да, да. Мы об этом расскажем. Да. Да. И поэтому это будет чистая практика, но это прям основа основ. Основа основ. Как, что загружать, какие сторис делать, как выходить в прямые эфиры. Мы не будем вас грузить. Мы не будем грузить вас, чтобы вы нам вот прям сегодня выложили всю информацию, ваши сильные стороны и целевая аудитория. Знаю, потому что, проходя большое количество обучения, об этом не будем говорить, а то люди бедные там, ноги сразу. Да, в этот момент у всех шок, а я не знаю. Поэтому мы будем именно делать первые шаги для того, чтобы начать это делать. Когда вы начнете делать... Простые, элементарные. Вы поймете, кто, да. Важные, с нашими секретиками. Именно то, что мы умеем первое... Как мы делаем... Как помнишь, у нас первый с тобой прямой эфир был левой ногой? Вот левой пяткой. Мы будем давать вот именно как делать это просто левой пяткой в удовольствие. Потому что вчера Даша мне... Я быстренько... Даша мне вчера звонит и говорит, Таня, ты где пропала, не отвечаешь мне. Я говорю, я отдыхаю. Она говорит, а что, что ты там сторис в инстаграм загружаешь? Я говорю, это я на кровати в удовольствии делаю это просто левой пяткой. Потому что можно лежать на кровати и... Это делать в удовольствии, а? Поэтому мы вас научим, как это делать легко и просто. И с удовольствием, да? Ну, вот так же, как выходные. Раз мы пошли разговор, что будем запускать этот марафон по соцсетям, я начала искать информацию. У меня уже много этой информации. Думаю, дай-ка я попробую новую игрушку какую-нибудь запущу в соцсетях, ну, в сторис. Вот я делала игрушку. Это просто вот так вот в режиме... Альбина, ты опять не поняла. Стартует он на следующей неделе. Восьмого числа, да? Восьмого. Да, восьмого в среду. Мы хотели раньше, но решили, чтобы все-таки набрать группу, чтобы вам было интересно. Потому что у нас там будут определенные соревнования между вами, которые тоже будут призы. Поэтому... Ну, конечно, да. Это будет ситуация, чтобы набрать группу, чтобы эта группа стартовала. Давай скажем, что этот марафон будет стоить 500 рублей, да? Он будет стоить меньше, чем... Ну, он и по количеству времени всего лишь это как его... Ну, да, да. Там другая специфика. Нам хочется именно, чтобы человеку показать элементарные инструменты, чтобы он это начал делать. Все, то есть наша задача такая. А он будет делать. Все, кто войдет в этот марафон, готовьтесь делать. Если кто-то придет, не приходите. Вам будет интересно. Будешь выгонять, да? Нет, я выгонять не буду, но вам будет неинтересно. Потому что именно только практика. Практика, практика, это практику. Марафон, практику. Если мы... Там просто нужно будет брать и делать. Самые элементарные вещи, не задавать вопросы. У нас там будет получаться... Один день мы там даем информацию. Через день вы уже выполнение делаете и уже двигаемся дальше. Скажи, что... Самое основное... Да, мы решили сделать не очень напряженную, да, обычно в марафонах день задания, день задания. У вас будет все-таки двое суток для того, чтобы выполнить задание, отчитаться. Для того, чтобы это... Ну, я прекрасно понимаю, что кто особенно входит. Многие вещи покажутся, ну, надо постараться сделать. Особенно кто впервые. Но это будет все элементарно. Говорить не будем мы. По матершинному, да. Не, ну почему? Иногда будем. Да нет, я про то, что некоторые говорят... Ну, ты будешь... На нерусском языке говорить матершинными словами. Я про это. Надо переводить... Ты, если будешь говорить про приложение, про приложение будешь говорить, все равно будешь, ну, на матершину. Да. Ну, да. Ну, по курице для незнающих это матершинное слово, да. Да, поэтому вот два таких интересных у нас марафона в июле стартует, поэтому обязательно присоединяйтесь. Ну, и да-да-да, мы, иначе мы скоро пропустим эту информацию. Сейчас закроется. Та-да-да, мы теперь... Да. Мы, конечно же, не могли пройти мимо и без подарков. Мы решили подарить два места на наши марафоны. Причем Татьяна меня уговорила. Убедила. И сказала, давай сделаем... Да, убедила, что это будут два выигрыша, два победителя. Мы обязательно условия сейчас скажем, они у нас будут под этим видео и еще в постах, объявлениях. Мы хотим подарить одно место на марафон стройности и здоровья и одно место на марафон соцсети для новичков. Соответственно, про что Татьяна меня убедила? Что, может быть, выиграть тот человек, который захочет в марафон стройности, он выиграл под другим, да. Поэтому мы решили так, что мы запускаем два сразу розыгрыша и будут два победителя. А уже победители выберут, в какой марафон присоединиться. Потому что если ему не актуальна сейчас информация про соцсети, он пойдет вместе с нами в марафон, будет качать свое здоровье и стройность. А тот, кто хочет в соцсетях пойти, тот тоже welcome, добро пожаловать. То есть победители у вас будет выбор. Вот этот момент очень хороший. Выбор. Что действительно выберите тот марафон, который для вас будет подарком от нас. Поэтому сейчас вы можете участвовать. Да, да, будет под видео. Вы можете участвовать и в том, и в другом розыгрыше. Это ваши шансы увеличивает. Но вы можете выбрать, да, либо тот, либо другой марафон. Условия. Условия очень простые. Быть просто подписанным на нас с Татьяной. Это так бывает, да? На нас с Татьяной подписывайтесь и пишите под видео. Вот сегодня, да, это будет условие про марафон стройности. Нужно будет в комментариях написать «Хочу на марафон» и указать три своей подруги, кому это будет полезно, чтобы вы просто поделились информацией. Собачкой. Через собачку. Да. Да, через собачку в комментариях. Дядя Вася, тетя Лида, тра-та-та. Да. Через собачку. Да. А те, кто написан для тех, эх, теряют марафон. Те, кто в Инстаграме еще не существует, обязательно нужно уже посуществовать и записаться. Хотя бы установить. Ну, они, правда, в Ютубе посмотрят, поэтому... Да, они потом посмотрят запись, поэтому обязательно присоединяйтесь, переходите по ссылочке и участвуйте в нашем розыгрыше. Чем больше комментариев не ограничено. Не ограничено. Там все будет написано, условия. Будет все написано, да. Комментариев не ограничено. Вы можете написать 2, 3, 5, 10, 15, 20 комментариев. Главное, чтобы в каждом комментарии было 3 подруги и надпись «Хочу на марафон». Да, да. Все. И, соответственно, вы, во-первых, участвуете в розыгрыше. Подожди, те, кто присоединился позже, мы повторим. Марафон на стройность и... Блин, опять у меня это слово похудение. Да, похудение. На трудность и красоту и здоровье тысячу рублей. На марафон на соцсети стоит 500 рублей. Поэтому у вас есть возможность выиграть один из марафонов. Двое человек могут выиграть или тот, или другой марафон. На выбор. По этому уступу мы напишем. Поэтому участвуйте. Ну, я по-другому скажу. Вообще у нас с Дарьей есть такое правило. Оно, с одной стороны, иногда нам мешает, а с другой стороны, для людей это благо. Мы перфекционисты. Мы не можем, чтобы не додать. Мы не можем, чтобы не отдать. То есть, если нам кажется, что мы отдали мало какой-то информации, у нас прям нас ломают. То меня ломает, тебя сломает. Я уже Дашу иногда говорю. Ты что, ну, хорю же. Ну, 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 хватит. Ты и так задала. Расслабься. Она. Надо, надо, надо. И точно так же она мне. Таня, ну, уже, уже. Поэтому на наших марафонах вы получаете, все, кто приходят, получают по максимуму. Те, кто с нами находятся, они действительно это знают и действительно это видят. Поэтому добро пожаловать, качать энергию от нас, потому что мы даем эту энергию, мы делимся. Кстати, сегодня я пост написала по поводу, что почему нельзя с бедными людьми общаться, что есть, можно. Но если ты богат сам энергией, богат своими силами, и ты готов осознанно делиться этой энергией с другими людьми, тогда добро пожаловать, пусть тебя окружают все, вот все люди. Ну, мы с Дарьей вот на самом деле из той категории людей, у которых энергии очень много. Даже, хотя мы иногда и плачем, иногда мы и грустим. Не, ну, мы же живые, конечно. Мы живые. И мертвые, точно. Мы живые. Ну, конечно, живые. Важно то, что мы делимся с удовольствием. Мы с удовольствием отдаем. Поэтому приходите к нам. С нами весело, с нами комфортно, с нами замечательно. Даша, скажи пару слов, потому что скоро подойдет. Вот пока еще не вышло. Да, кстати, у меня такая мысль, кто смотрит только прямые эфиры и ни разу не был с нами в марафоне, все думают, что мы только про ха-ха. Нет, на самом деле в марафоне мы очень серьезные. Это мы, кстати, этот формат мы даже ввели. Давай поговорим про это. Именно с тем, чтобы, ну, разбавить нашу такую чрезмерную иногда серьезность. Кто в команде точно знает, потому что у нас вот должно быть... Ага, а в уровне знаний мы серьезные. Да. Да. Поэтому огромное спасибо. Скажи же. Ну, да, ну, мы же, когда проводим, мы же настроены на результаты, поэтому иногда ха-ха у нас где-то в процессе теряются серьезности. Поэтому вы клевые. Мы знаем, Альвин, вместе клево еще. Поэтому огромное спасибо, благодарность всем девчонкам, которые были с нами, с которыми мы были вместе и с кем-то три месяца, с кем-то этот месяц, да. Поэтому огромное вам спасибо за доверие, за то, что вы такие классные, да, что вы пошли и сделали такие результаты, вы большие умнички. Кто-то свесил лапки и сказал, ну, не могла, не смогла я. А кто-то берет и делает и изменяет свою жизнь, и вес, и свою красоту, и так далее. Меняетесь вы, меняется мир. Поэтому всем желаю, тем, кто хочет запустить этот процесс изменений, начните хотя бы просто с элементарных физического тела. Поэтому добро пожаловать к нам в марафон стройности. Кто хочет начать первые шаги в Инстаграм, ну и не только в Инстаграм, да, в соцсетях, тоже добро пожаловать, научим, так хочется сказать, заставим начать это делать уже. Потому что настолько много было вопросов, Таня, как ты делаешь такой вот сториз динамичный? Мне проще показать, чем это, как его говорить. Поэтому мы так и решили делать. И Дарья столько знает, столько прошла, и у Азаренок училась, и у кого только не училась. Я даже скажу, маме даже ловко держит вот такой объем информации. Это же просто нереально. Ну, это, да, это природное время. Закончилось, да. Ну, всем огромное спасибо, кто был сегодня в онлайне. Все приходите, пойдемте с нами вместе, с нами интересно. Йохо! Да, и мы так и будем делать. Все, всем пока. Комфортно работать. Прям партнер номер один, прям... Не-не-не-не-не-не. Благодарю. Ну, все, давайте. Спасибо.